Благовещенская епархия Крестный ход проводится по благословению Пресвященнейшего Епископа Укеана в самом начале последнего месяца лета. Вот и в этом году 1 августа площадь Благовещенского кафедрального собора наполнена ожидающими это радостное событие после Божественной Литургии. Это амурское духовенство и верующие амурских приходов со всех концов области. Старинный чудотворный образ Албазинской Божьей Матери и новый небесно-светлый образ явления Божьей Матери на Амуре, написанный сестрами амурской конописной мастерской, возглавляют торжественное шествие, которое привычным маршрутом с молитвопением движется от Благовещенского кафедрального собора до Триумфальной арки. По благословению Пресвященнейшего Епископа Укеана, благоуханные букетики свежей мяты стали символичными в проведении крестных ходов и многих церковных праздников. Так благоухают истины христианского учения и чистоты Пресвятой Девы в нашей жизни, о которых напоминают нам святые отцы церкви. Все знают, что 1 августа – день памяти преподобного Серафима Саровского. Крестный ход всегда сопровождает архиерийский духовой оркестр под управлением Константина Тимофеева, благодаря чему молитвопение чередуется с торжественными маршами. Несут иконы курсанты Дальневосточного общевойскового командного училища под командованием генерал-майора Владимира Грызлова. Владыка Укеан совершает у Триумфальной арки молебен перед двумя иконами Божьей Матери. ПЕСНЯ 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 Это особое историческое событие, которое еще и еще раз убеждает нас в том, что Амурская земля по молитвам у чудотворного албазинского образа всегда находится под покорительством Божией Матери. Мир – это бесценнейший дар Божий человечества. Бог не обидел людей ничем, очень часто они обижают сами себя. Он дал этот прекрасный окружающий природный мир. Он дал нам разные дары и таланты, только для того, чтобы в мире с согласием мы жили на нашей земле. В этом мире, в котором мы живем, каким бы он ни был сложным, всегда можно договориться, всегда можно мирно решать и споры, и отношения. И вот сегодня этот праздник и эта праздничная молитва у чудотворного образа Божией Матери Албазинской, у иконы Божией Матери «Явление на Амуре» напоминает нам о том, что мы, верующие люди, верующие в Бога, который есть в Любови, всеми силами души, ума, сердца должны делать всё возможное, чтобы там, где были мы, царил мир, согласие, доброе сердце. Без этого нельзя построить нормальное человеческое общество, а тем более доблого получа, о котором мы боремся и над этим трогаемся. Важность укрепления духовности в сохранении мира на земле осознаёт сегодня вся передовая общественность. Неизменными участниками и организаторами благодарственного крестного хода стали командный состав и курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища. Гражданский персонал и военнослужащие Дальневосточного военного училища, военнослужащие гарнизона, благодарны вам за те молитвы, которые вы произносите в храмах Благовещенской и Амурской области за российское воинство. Не раз являла Амурской землей Пресвятая Богородица свою любовь и материнский амофор. И сегодня она хранит нас, не требуя ничего взамен. И для нас это не долг, а зов сердца и души прославлять её святое имя и освящаться небесной благодатью на посвящённых ей праздниках. Свой главный праздник, День Основания, село Михайловка отмечает ежегодно, а вот юбилей бывает не каждый год. 29 июля 2017-го село встретило своё 150-летие, да ещё с таким подарком православной часовней, построенной благотворителем Ишханом Галаряном. Для освящения часовней в честь Архистратига Божия Михаила в праздничный день в село прибыл Пресвященнейший Епископ Лукиан, выразивший свою радость в обращении к жителям Михайловки. Сейчас, подъезжая по приглашению главы администрации района и дорогого отца Сергия, я ахнул, потому что именно здесь я стоял, и как чутьё было, что тут что-то надо сделать особенное для людей. И вот оно получилось. И получилось это стараниями и усердиями нашего уже земляка, человека, который не так давно, но живёт и трудится вместе с вами. Я искренне хочу помолиться, чтобы вот это место стало особым святым для каждого из вас. Это место будет служить украшением села, местом такой душевной, духовной встречи с Богом. Оно будет особым таким эстетическим украшением села, может быть, даже началом такого эстетического возрождения этого поселения. Юбилейный день рождения села совпал с днём рождения церкви Часовной. Не спасли, Пресвятаго Твоего Духа, и освяти часовню сию, и утверди её до скончания века целу, непоколебимой, сподобив ней. Молитвы, славословия всегда Тебе приносите, о всех людях Твоих. И двое сохраняя крестом Твоим жительством. Активное участие в деле строительства Часовной принял глава администрации села Сергей Иванович Жуган. А совершать богослужения и церковные таинства в Михайловской Часовне будет настоятель Иоанна Кронштадтского храма села Паярково Иерей Сергий Минцкан. Жители Амурского села Владимировка много лет подряд обращались в Благовещенскую епархию с просьбой посодействовать строительству православного храма. Но в первую очередь это часто зависит от самих людей. И слава Богу, такие люди сегодня находятся. Они помогают сдвинуть великое дело с мёртвой точки. 28 июля, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира, по благословению архипастыря, владыки Лукьяна и романах Корнирий Жадов, наместник Свято-Троицкого мужского монастыря, осветил поклонный крест на месте, избранном под строительство храма, представителями сельской администрации и жителями села Владимировка. Благословляется, освящается знамение всех крестов, благодатью святого духа, окропление в убийстве священных. Благовещенская епархия будет всячески поддерживать добрый подчин владимировцев и оказывать им посильную помощь на всех этапах строительства, выразил свое отношение к благовому делу Преосвященнейший епископ Лукьян. Так же, как и надежду, что усердие сельчан послужит добрым примером для других жителей амурских сел и найдет отклик у местных властей. ПЕСНЯ 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 Пришедшие молитвенно поддержать участницу паломнического велопохода Оксану Пыгамову, которая по благословению Пресвященнейшего Епископа Лутиана вместе с другими амурскими велосипедистами предстоит пройти путь в 600 километров до поселка Албазино по местам казаков-первопроходцев. Эта история, это центр нашей амурской области, становление и появление Ильи. И Албазино должно жить. Оно там затерто, деревня-то вымирающая. Поэтому хорошо, если бы там стал действительно местом паломничества. В момент, когда ты едешь на велосипеде, именно на велосипеде, ну пешком есть люди ходят, естественно, да, но там меньше километраж ты пройдешь, просто люди тоже заслуживают уважения. На машине я не принимаю такого паломничества. Должен быть тот, в этот момент ты думаешь. В юбилейный год памяти первосвятителя амурской земли Иннокентия Вениаминова это еще одна возможность для амурских спортсменов отдать своими достижениями дань священной истории родной земли. Этот велопоход, у него несколько задач. Во-первых, патриотическое, краеведческое. Вот мы говорим о том, что Албазино, там это вот сердце амурской области, с него все начиналось. И ведь это на самом деле так. И, конечно, православные люди ежегодно собираются туда. Много лет мы знаем, паломничают, молятся, служат там литургии. Но нужно не только, мне кажется, привлекать людей верующих, но и людей светских, и гражданских людей, и неверующих. О том, что туда отзвать их, чтобы они приезжали, чтобы они помнили свои корни, свои истоки. То есть первая задача патриотическая. Вторая, не по важности первая, вторая, а просто перечитая. Конечно же, духовная, потому что Албазинская икона Божьей Матери связана с Албазино. Весь расцвет веры, православия, все оттуда, из Албазино. И это вторая задача, чтобы напоминать, напоминать, напоминать. Хотим, чтобы это стало, если Божья воля будет, делом ежегодным. Субтитры создавал DimaTorzok